Всем привет, танкисты! Вы на моём YouTube-канале и сегодня посмотрим запись боя игрока с никнеймом Ученик Станлоха, играющий на танке ВК-7201 за глобальную карту. Так, наш игрок попал на карту Фьорды, стандартный бой против Десяток и Девяток, то есть в топ. Так, и сейчас посмотрим о развитии событий. Кстати, на минуточку остановимся. Закалка, досылатель, стабилизатор. Досылатель, боновый. Стабилизатор за... тоже типа боновый, короче. Я не помню, зачем он такой даётся, но за что-то даётся. Так, 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 а что будет дальше? Посмотрим, что будет дальше, куда он поедет. И что вообще, как. Так, ну конечно же он едет к тяжам. Конечно же он едет к тяжам. Угу, угу. Так, срана, он башню держит, как будто бы он на автопилоте едет. Вроде не в автопилоте. Нет, он едет. Просто, видимо, башню не поворачивал. Так, у него тут подсказка вылетает. Что поражение на Мураванке. Понял его. Так, ну а что по раскатке сказать? По раскатке сказать. Здесь тяжей много поехало. Вот это хорошо. У них-то, у них-то, кстати, тоже много тяжей. Е100, И60ТП, ВЗ-55, Е4, Иегпанзер. Ну, Е4, Иегпанзер, ПТСАУ. Но всё равно они сюда могут переехать, так как у них броня есть. Так, наш игрок тут же Эмиля пытается выгнать с позиции. Да, он, кстати, уже получает. Я так понимаю, он хочет в позицию Эмиля встать, что ли, или как. Так, да, он хочет как-то отсюда выезжать. Тут МК-2 здесь стоит. МК-2, кстати, не на голде. Пытается выцелить. Ой, хорошо танкует. Хорошо танкует до последнего времени. Ой, на 802 дал. По 60ТП, жёстко, жёстко. Так, ну ТМ-4 никого не щадит, просто в НЛД голдой пробивает спокойно. Он не знает, что такое не пробивать. Поэтому он спокойненько пробивает. Так. Так, и 4 что-то... Ой, сейчас Бордас, наверное. Сейчас Бордас. Да, хорошо, Бордас залетела. Борда вообще клёво залетела. Угу, угу. Так, и соты выходят. Сейчас, наверное, в башню пробьёт. Так, заметим сразу же то, что 20 кумулей. Сейчас 19 уже, но... Кумулей это достаточно, поэтому... На доппайке играет, на большой ремке, большая аптечка. Поэтому почему бы и нет, да, ему? Так, ну тут Е100 будет спокойно. 340 пробития, 340 же. А 350 даже. Даже 350 пробития, поэтому Е100 как он бы... Как он бы тут не танковал? Ой, вот это Е4, вот это опасный противник, кстати. Вот кто-кто, но Е4 под любым углом... Ну, не под любым углом, но... Под самым даже большим углом может пробить. Он пытается бы, конечно, тут поставить, жёсткий угол. Но если Е4 на голде... Хотя Е4 в 1 и ББ был. Но он, в принципе, мог уже и голду зарядить. То он может его пробить. Как нифиг делать просто. Ой, о, смотрите, что он придумал. Смотрите, что он придумал. Он придумал труп вытолкать. Ой, и подставляется. Как он не пробил? Он, видимо, в лючок не попал. Видимо, в лючок не попал, да. Так, ой, Е100 выходит, да? Ага. Так, М4-51 даёт. Угу, понял. Лявь Е100 даёт жёстко. В смысле, Е100 даёт. Что-то я не пойму, Е100 какая пушка вообще? Сейчас пробьёт. Да, спокойно в голову пробьёт. Е100-то даже башню не отворачивал. В принципе, мог маленько башню подвернуть. Он мог его не пробить. В теории в башню. Так, у нашего игрока уже 3.300. Тут я к пантеру ещё подъехал. Ля. Ля контент. Так, тут как-то он непонятно стрельнул. Видимо, хотел, чтобы... В надгущенную полку, я так понимаю, залетело. Но никуда не залетело. Вот, и поэтому как бы да. Поэтому как бы да. Так, Ек-Панцирь такой... А, нет, ты не Ек-Панцирь был. Куда отлично. Рубку подставляет. Хорошо, в рубку 833 залетает. У нашего игрока уже 4.200 урона. На минуточку. А, Ек-Панцирь стоит. Я как понимаю, если он будет так дальше стоять, наш игрок его сейчас убьёт. Ученик Станлока. Ученик Станлока это, конечно, сильно. Интересный никнейм у него, конечно, такой. Так, тут Приджета поставляла башню и ему туда захерачили. Угу. ИС-4, кстати, едет вперёд. ИС-4 прям поджал. Блин, смотрите, что делают. Просто труп толкают. Смотри, НЛД прикрывается, считай. Только у него башня открыта. Ну, а башню не всегда могут пробивать. Там, конечно, маска дрявая, но не настолько, чтобы каждым срядом пробивалось. Да и не настолько, чтобы обычным срядом пробивалось, только если голдой. Так, ну вот Ек-Панцирь-то, конечно, это опасный. Для нашего игрока. Да, он, кстати, не пробил. Либо в маску попал, либо просто угол хороший был. Поэтому не пробил. Так, кстати, Супер Конь тут умирает. ИС-4, кстати, вперёд поджался. Пытается Ек-Панцирь, чтобы КДшну был. Так, но Ек-Панцирь что-то не собирается стрелять. Отлично, тут Рога подставил, от пороги дал. 60 ТП забрал Супер Коня, осталось ЕС-4, получается, и наш игрок. Кстати, сзади уже прорвали, получается, центр вот этот. Ну, вот это вот болото. Но я так думаю, они сюда не проедут, потому что Эмиль. Эмиль контролит сзади. Сколько у Эмиля ХП? Эмили 799 ХП. Так, ВЗ-55 поехал. Он сейчас, не знаю, пройдёт, не пройдёт Айпа нашего игрока. Нам надо кого-то шотать, потому что против него трое. Эх, 748 не прошла. Может быть, надо было 60 ТП шотного забирать. Хотя, может быть, и не надо было 60 ТП, я смотрю, и на него не едет. Особо так, пытается вытанковывать как-то. Может, он думает, в башню будет стрелять. Ой, хорошо, личок подставляет, сейчас личок даст. Нет, я решил не рисковать. Решил не рисковать и поэтому на верочку дать. Так, миллиард трупов просто. ВЗ-55 непонятно, что делает. Отлично, просто в НЛД ему даёт, закидывает. Так, 60 ТП. Ну, в принципе, у нашего игрока ещё 2400 ХП, даже если он пробьёт сейчас. Да, он пробил. Поэтому это не так страшно, я думаю. Так, он специально его на Е4 выталкивает. Наш игрок, так сказать, не из... Блин, вот это, конечно, он не досвёлся. Ну, хорошо, Е4, когда Е4, кстати, на голде. 60 ТП на голде. Ага, отлично, он борт подвернул, поэтому он его не пробил. Они сейчас оба КД, по идее, он сейчас кого-то должен забирать. Он думает, 60 ТП забрать или Е4? Да, он 60 ТП спокойно забирает. Ой, Е4 голдой пробил. Не успел довернуть. Ну, в принципе, он сейчас его должен забрать. Да, счёт, конечно, маленько проседает. Но я думаю, это всё... Это всё будет... Это всё выровняется. Ну, кстати, в два раза больше ХП проигрываем. Наша команда проигрывает в два раза больше ХП. Так, М4-51 здесь девятый уровень, да? У нас здесь одна обла. Итальянская ПТ-САУ. Девятого уровня. Кстати, у них ХП-то нормально ещё. Ой, подставляет, сейчас пробьёт. Странно. Кстати, зелёным горело, почему не пробил, непонятно. Реально маленько непонятно, почему он не пробил его. Я на самом деле думал, он пробьёт. Так, тут М4-51. Да, он хорошо, спокойно голодой пробил. Кстати, у нашего игрока не так много ХП осталось. 553. Он, конечно, для млехи не шотный, но для вот какого-нибудь гриля или вопфи уже шотный. Кстати, сзади итальянская ПТ. Наверное, поедет на неё, да, убивать. Так, отлично, она на одну дала. Может, альфа пройдёт? Всё, посмотрим. Сейчас, как раз, посмотрим, альфа пройдёт, нет? Ой, хорошо, 782 прошло. Так, и тут уже девятый француз решил рашить. Он прям вперёд поедет или нет? А, он в каток ему дал, да? Он ему дал в каток, но тут столько много трупов, что... Тут надо ещё выцелить. Отлично, он рюзает ремку и едет вперёд. Я думаю, он его будет забирать. Потому что... А, нет, тут всё-таки ПТ-САЛа вылазит, поэтому он не будет рисковать, наверное. Может быть, как-то в личке выцелит. Да, хорошо. Блин, он в полувертухи стреляет, спокойно пробивает. Пробивает и попадает. Так, итальянская ПТ-САЛа, это хорошо, потому что если бы она поехала, она могла бы нашего игрока забрать. Кстати, ну так, просто минуточку, у него как бы 8 фрагов уже. 8 фрагов и у противника 4800 хп осталось. И 4 танков. Неизвестно, сколько там у остальных ещё, конечно, хп у Кобры и у Лафли. Но Кобра-то тоже фугасами может хорошенько так раздать. Ой, ПТ-САЛ решил поехать. Блин, Эмиль хорош, столько долго живёт, реально, это хорош. Так, ну хорошо, он тут борт подставляет, поэтому спокойно забрал. 9 фраг забрал. 9 фраг, держу в курсе. База захватывается, по идее, им надо будет ехать сбивать. Да, им по-любому надо ехать сбивать, ибо... Прямо сейчас, потому что минута 20, они оба, они супербыстрые танки, и им нужно... Им нужно как-то действовать. Так, он фугас зарядил на Вафлю, думает, если пробьёт, то заберёт. В принципе, возможно, конечно, это. Ой-ой-ой, Вафля, нифига ли, видали, свертухи попало? Хорошо, ВЛД попало. Так, он фугасами забирает, это 10-ый фраг. Ага, и Кобра здесь. Ну, минута осталась на захвате, как они на захвате поедутся? Так, а вот сейчас интересно, а вот сейчас интересно, 1200. Сколько она будет сносить фугасами? Мне даже интересно самому стало, сколько она будет фугасами сносить? Или она будет пытаться в борт зайти? Да, она пытается в борт зайти. 47, 47 это немного. А, кстати, захват базы с Гриль сошёл. Не понятно, зачем он сошёл, там же меньше минуты было. Он решил, видимо, помочь надо. Но поможет ли он этим сейчас или нет, это, конечно, мы узнаем чуть позже. Так, хорошо забирает Кобру. Что-то Гриль, я так и не понял, зачем он слез с базы, потому что ВК, наверное, бы не успевал бы доехать до базы и сбивать. Если бы он сейчас только убил Кобру, уже бы оставалось где-то... Сколько там? На секунд 30, наверное. Так, тут Суперконкарер выражает свои чувства. Насколько ВК-7201 красава. С этим, конечно, никто не спорит. Так, цели здесь. Думает, что он, может быть, откуда-то отсюда выйдет. ББшку зарядил на Гриля. У Гриля сколько ХП? А, Грильшот для него. Ну да, специально ББ зарядил. Чтобы не до бога куда-нибудь в катки не улетело. Кумоль. Тут уж наверняка так, ну прямо едет. Тут, конечно, опасно. Может засветиться и Гриль его, конечно, может прикончить. Так, а где Гриль забоет? А, вот он. Изи бой. 12 фрагов. Результаты боя перед вами. Ученик с анлоком настрелял. 11643 урона. Сделал 12 фрагов. Мастер, медаль Пуло. 1845 опыта дали ему за этот бой. Минус 67 тысяч. Ну, конечно, фу, голдой стрелял. Поэтому, поэтому как-то так. Кстати, попадание хорошее. 27 выстрелил, 26 попал. 20 пробил. Вот такой вот был бой. Ученик с анлока сыграл. Кому понравилось, прожимаем лайки. Подписываемся на канал. Всем до скорых встреч.